Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, меня зовут Олег Алабудвин и поскольку вы не были у меня на мастер-классе, поэтому я коротко введу вас в курс дела, чтобы вы понимали, куда вы попали. У нас я открыл Академию Телесно-Ориентированных Практик. Она так называется. Сокращенно это Альфа ТОП. Академия Телесно-Ориентированных Практик. Здесь у нас преподаются различные виды массажей. Порядка 3-35 я насчитал. Сейчас у нас начнется базовый курс массажа. Это как бы входной во все остальные методики. Он такой обо всем познавательный. И я его называю экспресс-обучением, потому что это буквально 2-3 дня, когда человек может получить профессию, и это для него достаточно. То есть из него убрал я всю теорию ненужную, воду, как бы только практика, практика и практика. Я сам обучался именно на практике, поэтому те методики, которые действуют на людей, именно их я и преподаю, именно их мы отрабатываем. У меня, ну, те, кто ко мне приходят, они, ну, как сказать, не то что восхищение, но они вот видят результат сразу. Поэтому у меня много благодарных посетителей моих и тренингов, и массажных практик. И вы не представляете, насколько эта профессия благодатная. Во-первых, люди с благодарностью деньги несут, и некоторые уходят, даже руку 4 раза жмут, представляете, вот уходят, потом еще пойдет, опять пожмет, идет, опять пожмет. Спасибо, спасибо. Ну, вот вы практикуете, да? Поэтому знаете, насколько это благодарно. Действительно, лучшую профессию я даже уже и не знаю, потому что, ну, мы несем пользу людям, мы несем радость людям. А я считаю, что нет лучше Богу годного дела, чем служить другим людям. Если мы служим, то нам вся Вселенная боготворит, благодарит и дает нам на это силы и возможности. И, соответственно, вот, тут как бы описание этих тренингов, которые сейчас у нас будут, написано за 2-3 дня получить высокодоходную профессию. Почему? Потому что мы еще потом наших специалистов трудоустраиваем. Открываем кабинетики, маленькие, где можно работать на процент. В общем, по Москве сейчас у нас открылось 3 кабинета, собираемся около 20-30 открыть. Но не только по Москве. Я себя называю специалистом на всем русскоязычном пространстве. Популяризатор я вот этих вот массажных технологий. А русскоязычное пространство, это практически, где везде есть русскоговорящий интернет. То есть, если где-то нас приглашают на Кубу, едем на Кубу. В Тольятти, едем в Тольятти. В Баку, значит, в Баку. В Таиланд, где угодно. То есть, везде мы можем и преподавать, как академия, да, и открывать свои точки, такие для дохода наших специалистов. Почему за два дня, вот многие тоже спрашивают, ну как же, ну нельзя же, медицинское образование, а как, я-то чего не научусь, не запомню, еще чего-то. На самом деле, я учился, вам скажу, еще меньше. Я учился буквально там за полдня, наверное, я все изучил. И дальше пришло знание из практики. И на самом деле, это миф, что вот некоторые говорят, а у нас школа там трех месяцев, а у нас там год целый обучается, а у нас двухгодичные из курса даже массажиста, представляете? По факту, в смысле, не в том, сколько человек обучается, а в том, сколько он потом практикует. То есть, то же самое знание можно получить гораздо быстрее и просто на практике отрабатывать. И только через практику, через, ну, говорят, два года пальцы начинают понимать, что они делают. Не ум понимает, не знание, а именно пальцы, именно практика. Вот это вот большая разница наша школа от всех остальных школ, потому что мы все идем через практику и сегодня тоже будем отрабатывать друг на друге. Значит, вот эти первые два дня базовые, это, естественно, мы понимаем, что такое функция массажа, для чего он делается людям, вообще вот эта миссия, массажиста, отрабатываем части тела, спину, руки, ноги, ну, и так далее, голову, живот, грудь. И я его называю мануальный массаж. Почему мануальный? Потому что, во-первых, у нас третий день предполагает именно мануальная коррекция позвоночника. Это то, что называется мануальной терапией, остеопатией. Ну, там, в разных местах по-разному. Где-то говорят врач-вертебролог, где-то хиллер-практик называют, где-то костоправ. Где-то юмехотерапия, вот такие вот японские там названия. Ну, по сути, это все об одном и том же. Это воздействие на наш костно-связочный аппарат, когда вправляются косточки. И поэтому вот этот мануальный массаж, который мы сегодня будем проходить, он специально подготавливает тело человека к вот этим таким более жестким практикам. то есть мы уже воздействуем и на костно-связочный аппарат, и на суставы, то есть уже их расшатываем, растягиваем так, как надо. Это даже бывает достаточно, чтобы не делать мануальную терапию. Так что кому-то может быть достаточно два дня. Кто хочет, может пойти на третий день. Именно профессионально уже вот эти вот техники понять. Та же самая суставная, суставный массаж в Таиланде. Вот он примерно то же самое делает. Третий день у нас, вернее, четвертый же получается день. То есть третий день называется VIP-день. Четвертый тоже VIP-день. Они как бы покупаются отдельно для тех, кто хочет сразу больше получить. И вот на четвертом дне у нас будут проходить вот всякие вот такие методики. Я их назвал перкисионные виды массажа. То есть это то, что воздействует на тело человека через вибрацию. Вибрация у нас происходит, во-первых, через всякие постукивания, ударные техники. Ой, я сейчас не взял. В общем, есть там у нас бамбуковые палочки. Креольский массаж. Вы знаете, наверное, да? Там у нас есть самурайский массаж бамбуковыми вениками. В таком месте лежать. Забыл просто взять показателем. Ну ладно. Да ладно, я потом покажу уже в этот день. То есть за счет вибрации происходит глубокое проникновение энергетики в глубь организма. То, что руками массируют поверхностные слои, грубые мышцы. То есть там достаточно большой плоскостной воздействия. То тут очень точечное воздействие даже на клеточном уровне. Звуковой массаж с помощью тибетских чаш. Вот таких вот. Ну тоже, может быть, уже видели. Вибрационный массаж, когда создаются концентрические волны, проникающие вглубь организма. И тоже на субклеточном уровне. На клеточном уровне они воздействуют и на блоки, на зажимы снимают. Ну даже я называю психологический массаж. Потому что человек раскрепощается даже психологически. Также вот вакуумный массаж банками. Там же у нас будет в этот день и обертан проходить, и медовый массаж. Вот этот вот мед. То есть обмазываемся медом. Все антиселлюлитные практики, которые вот, например, с солью даже используем. Немножко про ромотерапию там тоже расскажем. Вот есть все возможные. Ну, везде продаются вот такие вот масла ароматические. Вы знаете, да? Их можно, в принципе, добавлять по собственному разумению, по собственному вкусу. Или спросить у человека, что он хочет получить, какой эффект. И, в общем, они по капиталу буквально добавляются в обычное масло. Какие средства мы еще используем? Но есть жесткие виды масла. Ну, такое вот, внутри оно, типа мыла. Всякие средства, это кунжутное масло. Это вот любят в Новом Востоке. Подогревают его, а юридически вот там всякие техники такие используют. Мы уже будем использовать обычное масло. Потом вот даже с мылом можно делать массаж, с гелем. Как дополнение, это всякие антисулитные практики, где мы используем всевозможные виды роликов. Я просто по-быстрому рассказываю, чтобы на этом долго не задерживаться. Вот. То есть тут массируется и рука самого массажиста, да? И массируются вот эти вот жесткие юридические образования у женщин. Фит. Свечи для ушей, может быть, слышали про такие, да? Это просто как, ну, вообще все это я рассказываю. Это как некоторое дополнение к классическому массажу ручному, когда человек, массажист, может повысить свой доход за счет применения дополнительных вот таких вот приспособлений. Опять же, обертывание у нас там есть. Несколько видов, это мы все вот рассказываем. Вот в Таиланде используются такие палочки для точечного массажа. Тоже там будем проходить. Ролики все возможные для обхвата мышц. Даже расчески используется в массаже. Ну, оно, в принципе, так и называется, массажная расческа. И в тех же целлюлитных практиках и тоже очень хорошо можно сильно растирать, для того, чтобы подготовить тело человека к каким-то более грубым воздействиям. Ну, массажеров очень много. Подойдите, потом посмотрите. Я чисто вот я сам люблю делать все руками. Ну, у кого-то, может быть, там кто-то устается за целый день работы, да? Или, может быть, пальцы там ослабли, вывив какой-то там. Вот, можно использовать вот всякие вот такие вещи. Здесь для точечного массажа, ну, например, вот на этой штуковине, в общем, все подробно показано. Тут есть и магнитик специально воздействующий, и разного диаметра вот эти вот шарики, видите, побольше, поменьше. И даже вот для совсем точечного массажа, вот очень остренький такой, когда можно прям продавить тело человека в нужную точку. Ну, ну, вы видели, да, такие? Он, правда, в масле. Потом, опять же, очень много средств, которые являются аппаратами. Их тоже можно добавлять. Вот, это вот такой аппарат. Он вибрирует с антокрасным излучателем, с прогревом. Очень хорошо воздействует на всякие миозиты. Даже седалищный нерв я им разжимаю. То есть, ну, попробуем. Он ставится на организм, вибрирует. И достаточно, ну, буквально 5-10 минут хватает, чтобы уже получить эффект. Вот такие вот массажеры тоже можно использовать. Это вот для объемных, больших мышц, плечевых, ручных. Вот эту штуку, наверное, знаете, да? Многие не смеются. Используем. Не серьезно, да? А на самом деле, да, если правильно использовать, то очень помогает. И ее же не только на голову можно использовать. И на все тело вообще-то используется. Делайте, да? Так ура. А вот это вот, горбляки такие, не видели? Видим. Да? Ну, просто коротко поясню, для чего они предназначены. Да, если у человека зажим в позвонках, да, в сегментах позвонков, то укладывая под место боли, тут получается позвоночник, да, в ямке. А вот эти точки, акупунктурно очень точно воздействуют именно на вот эти болевые спазмированные мышцы. И позвоночник как бы на них так немножко растягивается. Вот этот сегмент позвонков, да, он растягивается. Кто хочет поострее, может эти использовать. Или вот эти вот. То есть вот эти блинки, да? Или также, ну, это вообще штуковина, она тоже уникальная. Она от многих болезней, как акупунктурное средство, можно и дома для себя использовать. И для того человека, который лежит у вас на массажном столе. Я иногда, вот если проблема с кишечником, пока делаю спину ему, подкладываю под живот вот эту вот штуку. На определенной точке тоже воздействует. То есть одновременно идет лечение и сверху, и снизу человека. Так, скажем. А, ну вот есть еще такие виды массажа. Гуаши массаж, слышали? Про такой. Это скребковые техники. Там есть медные пластины, там какие-то бронзовые используются элементы. Или вот это выточенные из рога яка, из Тибета. Привезли. Совершенно другое воздействие на человека. Тут специальные объемы сделаны и выемки под определенную форму. Он вот так вот трется. Можно вот лицо тоже натирать. Любую часть тела. Или вот поменьше вот есть, да? Тоже вот такие точечные. За счет натирания происходит, ну как бы сказать так, возбуждение кожных покровов, вплоть до синяков иногда. Но синяк в данном случае это не вредно, это наоборот полезно. Это ауто-гемотерапия. То есть синяки не возникают просто так, они только именно в тех местах, где наиболее поражен организм. И соответственно, когда поступает туда кровь, лечит-то по сути не массажиста человека, а его собственная кровь. Ауто-гемотерапия. Сам себя, гемо-это крови, да, и терапия, и лечение. Вы же видели, например, что синяки, они... Ну, то есть вот многие отвечают на вопрос, а вредны ли синяки? А хорошо ли, когда массажист оставляет синяк? Вот я поясняю специально, потому что многие придерживаются такого мнения, что если человек пришел к массажисту, и он ему оставил синяк, то это грубо, непрофессионально. В некоторых случаях, да, человек, когда работает неправильно, у него действительно получаются синяки, это неверно. Но если специалист... Там, в общем-то, очень простой секрет. Чтобы не было синяка, надо не локально воздействовать, да, где болевое место, а как бы растирать, и кровь туда быстрее уходит по всему объему. Ну, бедра, например, да, и тогда синяка не образуется. А если специально делается синяк, намеренно, то он делается для того, чтобы произошла вот эта вот ауто-гемотерапия, ауто-гемотерапический эффект. То есть сначала, ну, видишь, он меняет цвет синяк, да, он сначала красный, кровь там, да, насыщает, потом становится бордовый или черный даже. Это уже что происходит? Это уже начинают... Как оно в крови? Ретроциты? Нет, гемо... Что-то там с головы вылетело. Гемотоген... Гемоглобин? Гемоглобин, вот. Гемоглобин, коричневого цвета, он начинает вырабатываться, он начинает там работать с этим локально, с этой локальной зоной. Далее синяк становится зеленым или синим, да, это билирубины вступают в эту фазу, они тоже свое воздействие оказывают. Потом синяк что делает? Желтеет, да. А желтый у нас в крови это что? Лейкоциты. Лейкоциты это лекари нашего организма, то есть они уже все вот эти продукты распада начинают рассасывать. Идет вот за счет этого лечебный эффект, и потихонечку синяк уходит. Далее мы используем даже вот такие средства, этот коврик для ПКО, может слышали, да? Он специальный, с гвоздиками разного, покажу может на камеру, если там видно, будут они, из разного металла чередуются по очереди. И получается, когда там на коже воздействует, то между ними электромагнитная индукция проходит. И поэтому такое воздействие очень многие люди у меня используют при там радикулитах, спандикулезах всевозможных, лежат на коврике. И даже во время массажа некоторые я тоже подкладываю, пока руками делаю, они дополнительно еще с ковриком все-таки лечатся. Или сам свою руку. Заряжаю. Также можно и самому себе это использовать даже не только на спину, а на голову. Я и голову в определенную кукунктурную точку прохожу, и уши прожимаю вот так вот. Сразу идет, ну вы попробуйте, если хотите, такое энергетическое возбуждение. Сразу как бы просыпаешься, трезвеешь, глаза открываются, то есть воздействие практически моментальное. Потом вот из Таиланда привозим всевозможные такие средства. Тут 42 травы. От чего оно? Там целый список. Где-то около 20-30 видов применения. Спазмы всевозможные. Опухоли убирают. Есть вот средство, монастырская мазь называется. Она на бобровой струе сделана. Сделана. Это в России сделают у нас. Средств очень много. Про обо всех мы сейчас не сможем поговорить. Это просто мы отдельно снимем ролик. Отдельно будем обучение делать. И, кстати, я вас поздравляю. Вы попали в нашу Альфа-Топ-Академию. Спасибо. Да, не просто так, а для тех, кто у нас обучается, для них я стараюсь делать и выкладывать массу видеоинформации, аудиоинформации, книжки, где что-то можно почитать, обо всех других направлениях. И все это есть у нас бесплатно. Всякие мини-курсы есть, которые можно, ну, где-то там, что это стоит, платно, что-то бесплатно, там, посмотрите. То есть вам открывается для этого доступ. У нас внутри есть клуб массажистов. Альфа-массажист называется. Это, кстати, вот, я вам скажу некоторую систему, которую тоже вот изобрел, она ко мне пришла недавно в голову. Дело в том, что вроде бы кажется, что все в интернете есть, да, найти можно все, что угодно. Но, с другой стороны, интернет это такая большая помойка. Там можно и потеряться. И информация совершенно не структурирована, это во-первых. А во-вторых, иногда бывает так, что вот я ищу, ищу целый день что-то конкретное, а нахожу только общую фразу. То есть вот про какую-то конкретную методику прямо нет ничего. Не только у массажа, это я и по юридическим делам что-то искал, да, и какие-то там скачать хотел. Документы тоже очень тяжело бывает найти. Но на самом деле вот у нас в этой академии все складывается из пазла, из трех треугольничков. Вот таких вот, которые, в принципе, достаточно нам знать. Первый отвечает на вопрос, что мы делаем, что мы предлагаем клиенту, да, ну, соответственно, и чему обучаемся. То есть так же вы можете здесь это найти, то есть разные методики. Альфа-Топ, это, кстати, еще раз дополню, не только массаж. Это и всевозможные обертывания, и пилинги, и банные парения, и тантры, и мантры, и йога, и закаливание, и голодание, и здоровое питание. В общем, и банные парения. Ну, в общем, все, что связано по работе с телом. А тело, мы не имеем в виду только наше физическое тело. Тут есть некоторое единство трех составляющих. Тело, разум, дух. То есть все вот эти вот, они неразрывно существуют друг с другом. Поэтому у нас есть и для разума, для развития каких-то там памяти, сенсорных способностей, ясновидения тоже курсы есть. Так же вот вы можете у нас этому обучаться. Потом у нас есть энергетические практики, бесконтактный массаж. А вы, кстати, видели ролики у меня с бесконтактным массажем? Там я прямо вот, не касаясь людей, на расстоянии там 20 сантиметров, происходит вообще феноменальное воздействие. Они прямо потом встают, такие, ооо, не понимая, что с ними произошло. Вроде бы даже не касался. Да, но это, как правило, как раз на четвертый день это происходит. Если хотите, могу показать. У некоторых женщин даже происходит оргазм энергетический. Это не тот, который сексуальный. Ну, в принципе, это все примерно одно и то же. Оргазм, это на самом деле в голове, а не в каких-то органах у нас происходит. А стимуляция за счет вот этого бесконтактного энергетического поля. И этот такой орган, получается, он как фонтанирует всеми красками. Такого вот обычной жизни, ну, от секса такого не испытываешь. Это, ну, просто такой фейерверк, такие, столько красок, столько эмоций, оттенков, что вот так это объяснить друг другу нельзя. Это только надо почувствовать, потому что кто не чувствовал, да, например, запах, или, ну, в качестве примера скажу, кто-то не ел никогда киви, например, да. Ну, как ему объяснить, что такое киви? Он постоянно будет сравнивать. А, это на клубнику похоже. А, это крыжовник. А, это как помидор, только зеленый. И будут же все сравнения неправильные. Все неправильно. Пока не попробуешь. Друзья, я вам еще рекомендую, пробуйте, смотрите наши ролики, и вы поймете, что конкретно вы можете сделать, что нужно обучиться, чему, да, и как это применить. Далее вопрос, это кому мы это будем применять? То есть, это наша, ну, грубо говоря, каленитура. Или наши потребители. То есть, там мы рассказываем, я сам маркетолог, дизайнер, художник, массажист, остеопат. И вот этот симбиоз, вот этот, я как бы вкладываю в свою вот эту школу. Поэтому здесь мы еще обучаем способы воздействия на нашего человека, чтобы он пришел к нам как клиент. Чтобы он принес нам как можно больше доход. Где их искать? Какие маркетинговые способы использовать? Какие объявления? Даже какие, как правильную визитку сделать, да? Все я там тоже преподаю. И, соответственно, тут вы тоже можете выбирать, кому вы это предлагаете. Потому что массажи разные, да? Кто-то любит работать там с пенсионерами. Кто-то в медицинском учреждении только с тяжелобольными, да? Врачи, реабилитолог у нас есть, он только с, ну, после травм, там, работать с людьми. Кто-то любит с детьми работать, да? То есть другие техники и другой доход совершенно. То есть каждый из вас выбирает под себя, где ему брать клиентов, откуда ему удобнее, да? И с кем комфортнее ему работать. Кто-то любит на пляже работать, да? Кто-то в сауне с пьяными людьми любит работать. В общем, каждому свое. И там, и там можно зацепить себе клиента, пациента. Ну, кстати, я вот пропагандирую, чтобы не называть такими словами тех, кто к вам пришел человек, да? Не клиент, потому что как бы сразу такое денежное отношение, да? Не пациент, потому что не больной. А я вот в данном случае работаю именно со здоровыми людьми. Ну, вот Равиль знает, ко мне все, в общем-то, здоровые ходят. И как его назвать? Прихожарин? Не прихожарин, как это получается, церковный оттенок, да? Я их называю детки. Все, как они приходят, детки. Потому что к ним надо относиться с любовью. Потому что они что-то просят, да? Им надо помочь, обласкать, понять, поговорить. В общем, дать им то, что человек хочет. Поэтому, ну, как к ним относиться? Он же детка, я же как специалист, уже как по-отечески к нему отношусь. Как психолог. Как психолог, да, тоже, да. И разговоры у нас там бывают во время массажа психологические. Так что для меня они детки. Это не детки, сказать, я развожу, а это просто вот такое вот, как бы, ну, материнское, отеческое такое уже чувство, да? Так, что кому и как? Это обозначает, как вы это преподносите, да? Кто-то любит работать, ну, на проценты, ему там проще. Он не думает о клиентах вообще, ему это делает администрация того места, где он работает, да? Кто-то любит дома работать, да? Кто-то как ИП организуется, кто-то вообще частным образом где-то там. Кто-то может это преподнести, как вот я такой вольный художник, у меня есть только шорты, майка и масло. И все, я делаю, да? А кто-то может это преподнести так, чтобы это было и обертывание, и банки сразу у него, и целый там набор средств, которые он дополнительно использует. Это же и для похудения могут быть средства, и все возможные биодобавки, и всякие восстановительные там мази, крема. Для суставов, для костей. Соответственно, как это тоже вот вы выбираете. И в итоге что получается? В итоге, просто отвечая на эти вопросы, вы начинаете... У нас тут уже закончилось. Вы начинаете сами понимать, что куда и как идти, и что вам нужно делать. Я называю это волшебный кристалл. Правда вам похож на кристалл, да? Это волшебный кристалл. Я когда его понял, когда вот он ко мне в голову пришел, это настолько все структурирует, если даже вот у вас что-то не хватает, да, вот, например, как это сделать, вы думаете, что я могу предложить такому-то человеку при таких-то условиях. Соответственно, идете сюда, ну а про что? Находится ответ в Альфа-Топе. Кому предложить, тоже находите в Альфа-Топе. Как это сделать? Там тоже у нас есть, и как массажный кабинет оформить, и как стол себе подобрать правильный. Там тоже даже вот такие нюансы. Вплоть до простыней и салфеток, что он нужен человеку, тоже мы там об этом рассказываем. И в итоге, представляете, я когда вот это вот все осознал, я аж схватился за голову, боже мой, думаю, как же это так? Это же так просто, это такая драгоценность, а люди этого не знают. Это же надо всем дать, это же надо всем подарить, да. А другая моя сущность темная, может быть, у всех из них у всех, она говорит, нет, этот кристалл это моя прелесть, никому не говори. Но я победил эту темную сущность, я говорю, нет, мы всем расскажем, мы всем дадим, это же нужно, это же ценно, это же знание, которое мы несем в мир. И, соответственно, вот что в середине? А в середине остается у нас, во-первых, альфа-топ, во-вторых, вот эти вот кабинеты, ну, это вот на вопрос, что для образовательного, кабинеты мы открываем, это же будут в дальнейшем и целые салоны оздоровительные, где много разных функций будет, и косметические, и обертывания, и всякие ванны, грязевые, паниологические, нефтяные даже, да, и все это будет, как некоторая франшиза, распространяться по разным городам, и тех же мастеров, администраторов, и директоров, мы тоже обучаем, как это все вести, как вести этот бизнес, здесь же, так же с нами сюда. вот это все у нас называется центр освобождения. Что-то я не вместился. Вот. Освобождение, вот сюда входит. Это вот как предлагать, и кому предлагать. Если вы не хотите об этом думать, то мы вам это сразу в этом форме даем. Далее, как себя рекламировать, у нас есть ресурс alphamassagist.ru, где мы вас пиарим, вы можете свое там портфолио выкладывать, вы можете там людей туда привлекать, оно имеет поддержку во всех социальных сетях, группа для этого организуется, и, соответственно, ну, как себя рекламировать, тоже об этом мы тут обучаем. И получается, все вот эти вопросы, да, не нужно нигде искать, это все уже в Альфа-Топе есть, это все уже структурировано, пожалуйста, просто приходите к нам, пользуйтесь для своего удовольствия, для заработка, для повышения дохода. Если в другом городе. Ну, значит, онлайн. Онлайн можно, либо мы выезжаем в другой город. То есть, я еще раз говорю, Альфа-Топ, он не привязан ни к какому географическому месту. Это, ну, собирается группа, например, в Баку. Мы выезжаем сюда, и там это все преподаем. Собирается, доходит на Бали. Выезжаем на Бали, и там это преподаем. Вот. Но пока все начинается, конечно, это все нужно еще оформить административно, надо понимать, какие там расходы и так далее. То есть, обо всем договариваемся, если у вас есть к этому интерес, там райдер прописывается, там, ну, в общем, это просто отдельный разговор. Сейчас мы не сможем так подробно про это поговорить. И далее, ну, это как бы вот, получается, раз, два, три, четыре. Это вот продукты нашего Альфа Топа. Ну, бизнес продукты, я имею в виду. Дальше у нас есть еще клуб. Все, тороплюсь. Четыре Д освобождения. Я вас поздравляю. Этот клуб начинается прямо сегодня, прямо сейчас. Я его 15 лет уже продумывал, как это все сделать. И только вот сегодня у меня день рождения. Вы тоже можете меня поздравить. Поздравляем. Спасибо, спасибо. И в честь своего дня рождения я сегодня презентую вот этот вот клуб, где мы обмениваемся с разными специалистами, разными методиками. Где-то это кто-то бесплатно может показать на ком-то. Там же вы можете на друге это все попробовать в этом клубе. Встречаемся мы в разных местах. И в лесу, и в банных комплексах. И у кого-то может быть на квартире, или в сауне. Или можем даже выехать на яхтах. Меня еще приглашают вот с этим клубом. В Черногории семь дней мы на яхте путешествуем, обучаемся шкиперскому искусству. И еще проходим все эти методики. Приятное с полезным. Все совмещаем приятное с полезным. Нам с вами повезло. Вы на свой день рождения, я на свой день рождения. Да, у вас тоже день рождения. Так что присоединяйтесь, это действительно очень круто будет. Всем нам повезло. Что такое 4D? Я коротко поясню, почему освобождение. Потому что человек счастлив тогда, когда он полностью свободен. Но вся жизнь наша устроена так, что нас опутывают всевозможными догмами, зависимостями, вредными привычками, условностями, какими-то заборами, ограничениями везде. Так вот, как бы, ну, человечество так себя ведет, так скажем. И поэтому, чтобы из этого выпутаться, во-первых, это четверхмерное пространство. Четыре уровня свободы. Первый уровень свободы это мы что делаем? Мы освобождаемся от физических наших блоков. Прежде всего, это здоровье. Во всем можно здоровье, да? От болезней. Второе освобождение это ментальное. Мы освобождаемся от наших разумных всяких игр разума, каких-то вот заморочек, тараканов в голове. Становимся более свободными. То есть, как бы, есть такое понятие, что некоторые спят по жизни, так вот в сонном состоянии находятся. И нужно очнуться, проснуться, быть осознанным. Это как бы вот об этом. Третье, это наша духовная жизнь, освобождение на духовном уровне. Ну, во-первых, это энергетическая чистка канала, блоков, чакр. Кто-то, бывают, очень религиозные люди, да? Но я не настолько религиозен, я верующий человек, сам по себе скажу. Но я считаю, что сама по себе религия или какая-то там церковь, это некоторый культ, также навязанный человек. Вы согласны. То есть, от этого тоже, там особые догматы вот эти есть, от них тоже можно освободиться. И полностью заниматься своим развитием и своей энергетикой. Это мечта прям моя, полностью заниматься. Вот, и моя мечта тоже. У нас тут это совпадает. Потому что мы в одно время рождены. Ну, реально, через день буквально весы. Ну, это как-то весы и как бы это дает одинаковое решение. Ну, я думаю, у многих есть такое желание в жизни. Но многим не позволяет суета какая-то, какой-то быт, какие-то там свои заморочки, дурные привычки. Желание открывает возможности. Да, да, все правильно. И вот как раз это четвертое пространство возможностей. это социум. Это освободиться от навязывания социума. Потому что все мы вынуждены выходить на работу и не думать о себе. Заниматься каким-то бытом, суетиться по жизни и опять уходить дальше и от Бога, и от себя самого, да, ради каких-то чужих целей. И опять же тут имеется в виду финансовая свобода. Потому что полностью себя человек превращается финансовым свободным. И у нас тоже в этом клубе будут тренинги о том, как больше заработать, какие методики использовать, как вообще себя изменить ментально, чтобы выйти на вот эти большие доходы. Быть свободным получается от государства, от места проживания, от точки земного шара, да, от временных каких-то ограничений. От курса доллара. Да, и от курса доллара тоже, да. И, соответственно, финансовая часть тут немаловажная. маловажная. Естественно. Она дает средства к существу, средства к исполнению своих целей. Да, да, да. Правильно говорить, это средство. Это, как сказать, денежное вознаграждение, оно дает свободу для своих же действий. Да. Мобильность, средства. Правильно говорить, это не сама цель деньги, это именно средства для продвижения своих целей, для продвижения своих идей. Я так считаю. Вот, и, соответственно, вот этот пункт тоже вот тут, как бы, находится в этом, треугольничке. Пятый уже, да. Да, и представьте, ну, вот этот кристалл я называю магическим, как вы думаете? Правильно? С другой огранкой, конечно. Потому что тут, тут вообще, как бы, уже заложено столько всего. Тем более, еще идет пирамида, так это, оно достигнет пика совершенства. Идет пирамида, что вы в меня верите. Конечно, верим. Так. Не верили бы, не пришли сюда. Издалека. И вот сегодня, да, у нас будет открытие этого клуба, так что вы там попали. Какое счастье. Так, не надо. Можно на минутку отлучиться пока? Да, да, мы сейчас продолжим на другую тему. Я тоже перерыв тогда сделаю. Да.